Штормовое предупреждение оказалось правдой. В 6 часов утра на Бобруйска брушилась водная стихия. Город накрыл циклон с экзотическим названием «Зора». Сильный ливень затапливал улицы, проезжие части, тротуары. Сегодня утром на территории области сложилась неблагоприятная метеорологическая обстановка. В течение дня выпало 22 миллиметра досадков. Это больше декадной нормы. Декадная норма 20 миллиметров. Прогремели грозы, местами прошли сильные ливни. Водный шторм затруднил движение автотранспорта в городе и прибавил забот коммунальникам. Последствия стихии пришлось устранять на улицах Крестьянская, Шевченко, Кирова, Новый быт, Колхозная. Велись аварийно-восстановительные работы по прочистке ливневой канализации, по прочистке канав. Также в аварийном режиме прочищали русло реки Бобруйки. В данный момент на предприятии также продолжаются восстановительные работы ливневой канализации, нормализация, откачка воды, понижение уровня воды на улицах города. Подтопление крыш и дворовых территорий, сгоревшие электросчетчики и телефоны. В течение нескольких часов спасателям беспрерывно поступали звонки от горожан. Чаще всего достаточно было профилактики. Специалисты в очередной раз напоминали бобруйчанам о правилах безопасности. Если гроза застала вас на улице, необходимо покинуть открытые места. В то же время не рекомендуется прятаться под одиноко стоящие деревья, так как они притягивают молнию. Для автомобилистов напоминаем, что в случае грозы необходимо парковать свой автомобиль в таких местах, где будет исключен вариант падения деревьев, либо подальше от ветки конструкции. В ближайшие сутки сохранится оранжевый уровень опасности. Могут быть сильные ливни с грозами, град, местами шквалистый ветер, порывами до 20 метров в секунду. Людмила Любимцева, Максим Галеонко, Бобруйск, 360.